Итак, здравствуйте! Тема моего доклада, вы ее видите на слайде, она звучит так, наверное, как мантра вообще бизнеса, как повысить эффект. Если говорить о своих достижениях, они на слайде. Я работал в продажах с конца 90-х. Есть определенные заказчики, как с промышленных, так и с потребительских рынков. Я являюсь автором такой небольшой книжной полки, самая известная посвящена откатам и коммерческому подкупу. Книга «Откат». Безусловно, многие из вас пришли на это мероприятие с тем вопросом, который изображен на слайде, как повысить продажи. Но если говорить об ответе на этот вопрос, обычно он существует в двух направлениях. Отдел продаж, ну или сам процесс продаж, можно представить следующим образом. Есть определенные ресурсы на входе. Что под ресурсами я подразумеваю? Безусловно, должны быть некие товары, некие услуги, которым предлагаем рынку, люди, которые их продают, потому что в противном случае самим топ-менеджерам, либо собственникам придется этим заниматься. Ну и некий объем маркетинговых затрат, рекламных затрат, которые направлены на то, чтобы обеспечить и стимулировать либо входящее обращение в компанию, либо непосредственно спрос на наш продукт, если мы работаем на потребительском рынке. Дальше идет некий процесс. Все эти ингредиенты как-то варятся в черном котле. Причем чем дальше руководитель от отдела продаж и от процесса продаж, тем больше работа отдела продаж похожа на черный ящик. То есть люди совершают звонки, встречаются, высылают коммерческие предложения. Ну и в итоге мы на выходе получаем некую цифру, поступающую на наш расчетный счет. Один из способов увеличения цифры на выходе, это что? Это мы начинаем работать с ресурсами на входе. Вот у нас два человека продают на миллион, хотим два миллиона, что нужно сделать? Взять еще трех. Может быть продадут. Увеличить наш ассортимент либо товаров, наши же клиенты могут покупать больше, либо услуг, которые мы предлагаем. Ну возможно для каких-то рынков будет срабатывать увеличение маркетингового бюджета. Ну если взять тот же B2B, увеличим количество денег, которое мы тратим на продвижение в интернете, сделаем новый сайт. Больше будет входящих обращений, как мы думаем. И в итоге после того, как это переварится в черном ящике, получим некую цифру. Безусловно, рычаги действенные, их можно использовать, но у них есть определенные недостатки. Например, если говорить про персонал. С каким недостатком очень часто сталкиваются руководители. По моему опыту, когда человек приходит на работу в отдел продаж, можно выразить то, как некие его подвиги, следующим образом. Объем продаж, который, как правило, в компаниях связан с тем доходом, который получает человек, есть непосредственно время работы. Ну в зависимости от того, что за бизнес, есть определенный период, через который человек выходит на некий средний объем продаж, средний объем дохода для вашей компании. Ну в разных сферах по-разному, но чаще всего в сфере B2B это минимум 3 месяца. Хотя, если ваши продажи имеют длительный цикл, являются большими, цикл может быть и 9 месяцев, и год. Потому что пока эти клиенты, тех, которых менеджер начинает нарабатывать, начинают давать определенные результаты в виде конкретных заказов, либо проектов, проходит довольно длительный период времени. Но в чем, какой затык возникает обычно с мотивацией сотрудников? Если посмотреть на уровень продаж, на уровень дохода, зачастую он находится в некой такой зоне комфортного дохода. Ну то, что обычно называют психологи зоной комфорта. Ну то есть, если объем дохода проваливается ниже, зачастую люди увольняются из компании, особенно если это длится долго, но когда руководитель начинает ставить цели где-то здесь и говорит, что будете продавать в два раза больше и будет вам счастье, как на это реагируют сотрудники? С рвением начинают все делать. Ну, тут уж отговорок может быть 333 тысячи, но зачастую основной вопрос в голове у любого менеджера по продажам возникает закон Паретта в независимости. Знает он это название 20 на 80, либо не знает. То есть, когда он понимает, что его усилия 20% дают ему 80% результата, а что вот это достичь, ему нужно еще пахать, пыхтеть, и еще не факт, что он что-то получит. Особенно, знаете, в этом случае руководители начинают гнать в светлое будущее. Каким образом? Делайте холодные звонки, ищите новых клиентов. Он понимает, что вот он сейчас сидит на некоторой базе, получает определенные деньги за свою работу с этой базой, а будет он тратить время на каких-то новых клиентов, вообще они будут у него покупать, через какое время вообще они начнут у него закупать. И эти инвестиции во время не дадут какой-то результат ему в виде его зарплаты, в виде бонусов, в виде процента, либо нет. Поэтому очень часто это приводит к чему? Потому что светлые цели и попытка гнать менеджеров к увеличению продаж приводят к имитации бурной деятельности. То есть, если менеджер находится здесь в рамках зоны комфорта, то сдвинуть его мотивационными способами бывает очень сложно. Хотя, ну вот, Александр говорил про корпоративную культуру. Иногда возникает, задают вопрос, а как же вот все-таки вот менеджеров, которые засиделись в тени, можно оттуда вынуть? Но зачастую для этого должна быть выстроена корпоративная культура определенная. Я, например, сталкивался с такой ситуацией, когда небольшой компанией, где генеральный директор, он собственник, работал на скачивание вот этого уровня личного дохода, который нужен человеку. То есть, приходит новичок, ну, то, о чем говорили, некие традиции, привычки с бутербродами, в первый, во второй, в третий день. Ему руководитель, видя эту ситуацию, говорит, Вася, ты что, язву хочешь заработать? А ну-ка быстро с ребятами в кафе. Уже определенные затраты там. Менеджер чуть поопытнее, там, без машины. Он говорит, Петя, а что ты все без машины? Тебе не стыдно клиентам приезжать таким образом? В результате что происходит? Вот эта планка начинает повышаться, если компания дает возможность, а, в принципе, компания давала возможность зарабатывать. А в итоге менеджеры начинали к этому стремиться. Если они к этому не стремились, ну, долго в этой компании не задерживались, потому что сама корпоративная культура, она их выталкивала. Но, как вы понимаете, это существует нечасто, и редко можно наблюдать подобную ситуацию. Второй подход такой глобальный, который можно использовать, то, о чем, в принципе, уже говорили и предыдущие выступающие спикеры, когда мы начинаем залазить в этот черный ящик и пытаемся этот черный ящик сделать более прозрачным, превратить его в некий аквариум, работать самим процессом продаж, потому что чем более запущен сам процесс продаж, тем, как показывает моя практика, я там буквально подковырнусь иногда пару винтиков, и система начинает работать гораздо эффективнее, давая больший результат. Понятно, все зависит во многом и от рынка, и от того, что здесь есть на входе. Но вот то, о чем я расскажу, как некий инструмент повышения эффективности, это вот вопросы, связанные с самим процессом. Ну, если говорить по процессу продажи, ну, такой универсальный в сфере B2B, его можно разделить на 4 блока. Первый блок привлечения, ну, сюда что можно отнести? Сюда можно отнести любые действия, направленные на то, чтобы клиенты либо обратились в нашу компанию, либо мы их нашли, те клиенты, в которых есть потребности, которые хотят что-то купить. Сюда можно отнести холодные звонки, участие в выставках, продвижение в интернете через контекстную рекламу, либо иные способы и так далее. В итоге у нас появляется определенное количество компаний, у которых есть какие-то запросы, либо мы обнаруживаем эти запросы, либо они к нам приходят с этими запросами. Поэтому второй этап, это уже непосредственно сама продажа, когда мы начинаем готовить коммерческие предложения, вести переговоры, о чем-то договариваемся, либо наоборот не договариваемся. В итоге мы получаем некий контракт, сделку. Следующий блок, его можно назвать обслуживание, то есть когда мы уже выполняем те обязательства, о которых договорились с клиентом. До что можно отнести? Вопросы, связанные с координацией отгрузок, с контролем оплат, с оказанием самих услуг, если непосредственно то, что мы продаем, предполагает услуги, либо мы занимаемся услугами. Ну и, безусловно, четвертый этап, это само развитие, так как большинство бизнесов зарабатывают не на разовой продаже, а зарабатывают непосредственно на существующей клиентской базе, в последующих продажах. Это блок, связанный именно с последующими контактами, с тем, чтобы дальше продавать клиенту, расширять ассортимент, увеличивать свою долю в его закупочном бюджете. Ну вот очень часто в небольших компаниях, какая возникает ситуация, менеджеры по продажам занимаются всем, всеми вот этими четырьмя функциями. Ну вот вопрос такой, поднимите, пожалуйста, руки, у кого менеджеры занимаются всем? Ну, наверное, половина. С одной стороны, безусловно, есть определенные плюсы подобной ситуации. Менеджер ведет от начала до конца, любого клиента знает ситуацию, и может с этим работать. Возможно, в маленькой, в небольшой компании зачастую это является наиболее правильным моментом. Но какой недостаток у подобной схемы возникает? Что зачастую, то, о чем мы говорили на предыдущем этапе, по мере того, как менеджеры работают, обрастают клиентской базой, как днище корабля ракушками, они рано или поздно зависают на вот этой вот части, но в лучшем случае еще занимаются частично развитием существующих клиентов. И не потому, что вот это вот они не хотят делать. На это просто банально не хватает времени. Потому что в каждом бизнесе есть своя некая планка, которую менеджер может тянуть по клиентской базе, по объему продаж. Если гореть выше, он просто начинает зашиваться. Соответственно, один из способов, который широко известен и применяется, это когда мы начинаем смотреть, как мы можем оптимизировать работу менеджера по продажам по разным функциям. Генри Форд еще в начале 20 века придумал конвейер. Безусловно, многие пытаются выстроить конвейер в продажах. Наверное, самый классический пример – это компании, торгующие справочно-правыми системами, когда они выстроили конвейер, связанный с чем? Когда на разных этапах работали разные люди, например, кто-то отдельный сотрудник занимался поиском неких баз данных, искал контакты. Были некие телемаркетеры, которые обзванивали. Дальше появлялись презентаторы, которые представляли, уже на этом этапе, и продавали. Ну и потом появлялись инженеры по развитию, которые непосредственно занимались обновлением пополнения и непосредственно контролем оплаты, поддержанием отношений, также непосредственно вопросами, связанных с продажей других продуктов. Ну вот, как некий пример, на слайде пример одной из типографий, где вот эти функции, они были разделены. То есть на этапе привлечения, то есть когда по большому счету стояла задача какая? А. Найти тех клиентов, которые являются потенциальными для нашей типографии, и Б. Понять, у кого есть интерес, с кем более квалифицированные менеджеры могут работать. На этом этапе работал, с одной стороны, руководитель давал базу данных, а первичным прозвоном занимался телемаркетолог. Дальше уже непосредственно продажами, коммерческими предложениями, переговорами, дожиманием занимался более опытный менеджер по продажам. На третьем этапе здесь уже появлялся диспетчер, аккаунт-менеджер. Ну и непосредственно на этапе развития работал аккаунт-менеджер, который занимался вопросом развития клиентов. Безусловно, там схема с точки зрения разделения функций красивая. Но опять же не всегда у компании есть достаточно денег для того, чтобы прокормить всю эту ораву сотрудников. Ведь какой ключевой недостаток, когда мы начинаем по каждой функции вводить человек? Ну, безусловно, и вопросы взаимодействия, и вопросы промежуточного результата. Вот за что платить телемаркетологу? За то, что он позвонил, за то, что он нашел куру заинтересованного в кавычках клиента, либо за то, что заполнил там некую анкету для того, чтобы оценить потенциал клиента. Эти вопросы возникают. Но ключевой вопрос, особенно в малом и среднем бизнесе, который возникает вопрос, какой же должен быть фонд оплаты труда для того, чтобы эту ораву прокормить? И второй момент, а сколько должен клиент потом с нами проработать на этом этапе, для того, чтобы он накупил затраты на свое привлечение? И в некоторых конкурентных сферах бывает так, что только через год работы получается так, что клиент вообще начинает покупать вот эти вот затраты. Поэтому, безусловно, чисто в малом бизнесе вот такие схемы, они неприменимы. Но, безусловно, думать, как мы можем оптимизировать те или иные функции нужны. Но какие существуют варианты? Если мы говорим о первичном этапе, тут возникает вопрос, а можем ли мы непосредственно вот этот первичный обзвон, который, как правило, очень не любят делать опытные менеджеры по продажам, когда они получают некую холодную базу. Причем половина этой базы могут быть клиенты вообще не целевые. Ну, то есть они похожи на клиентов из целевой отрасли. Но, когда мы начинаем прозванивать, зачастую понимаем, что это просто организации, которые обычно попадают в часть клиентской базы под названием шлак. Ну, то есть они не являются покупателями. Кто это может делать? В принципе, это могут делать новые менеджеры по продажам. То есть, когда он приходит, мы ему даем некий скрипт или алгоритм. Тут сразу какой ключевой момент стоит ввести? Обычно, когда работает выделение этой функции, ее алгоритмизация. То есть, когда тот блок вопросов, который должен решить человек, те результаты, которые он должен добиться, они четко формализуются и они не могут привести к негативным моментам. Ну, вот приведу небольшой пример, который очень часто встречается при продажах сложных технических продуктов. Берут нового менеджера по продажам. Период обучения продукту длится 2-3 месяца по ходу того, как он начинает что-то продавать. Если он дозванивается, допустим, каким-то производственником, продает оборудование и, не дай бог, выходит на технического директора и главного инженера, тот ему задает какой-нибудь вопрос или два по особенностям этого оборудования. Но так как он новичок, может он на него ответить? Нет. Хорошо, если этот главный инженер забудет название этой компании. Потому что он поймет, что непонятно кого они выпускают, и желание общаться с непрофессионалами и не специалистами, скорее всего, у него не возникнет. Здесь, как показала моя практика, хорошо работают вещи, связанные именно с актуализацией, с фильтрацией некой базы. То есть, когда мы запускаем специалиста, который проводит исключительно опрос клиентов. В ряде случаев для того, чтобы... Ну вот, одна из схем, которую использовал Андрей Веселов, для того, чтобы получать эту информацию, людям, которые вопросы задавались, рекомендовали в качестве бонуса полезную книгу, посвященную росту продаж. В другом случае, одна из работающих схем, когда опрос идет под шапкой некого отраслевого издания, как показывает, опять же, практика, люди внутри отрасли, когда к ним прозванивает человек, представляющийся отраслевым журналом, обычно с вероятностью 78% начинает отвечать на эти вопросы. Что мы получаем в итоге? Мы получаем уже список неких компаний, информацию по ним, что они потребляют, возможно, есть ли у них интерес. На основной момент, какие вопросы мы заложим сюда. Потом эту информацию что? Уже можно передавать тем людям, которые более опытные, которые будут звонить в те компании, в которые действительно целесообразно делать следующие контакты. При этом можно делать это силами новичков, либо тех людей, которых мы берем, и которые находятся на этапе обучения. Мы можем эту функцию периодически выдавать на сторону тому же полцентру. Если у нас есть откатанная схема, мы понимаем, как этот телеалгоритм, либо скрипт работает, какова его эффективность. Понимаем, что здесь для того, чтобы провести опрос, не нужно иметь семи пядей во лбу, не нужно знать наш продукт, уметь отвечать на какие-то вопросы. Мы отдаем это вовне. Колл-центр делает это гораздо быстрее, чем любой менеджер по продажам. Допустим, менеджер по продажам сколько может сделать звонков за день? Цифры отличаются, но по моему опыту где-то не больше 50, потому что еще что-то приходится делать кроме этого, даже простых. Колл-центр сколько может сделать? 120. При этом, если посмотреть на эффективность, по крайней мере у моих клиентов, получалось так, что менеджеру в Москве нужно платить зарплату минимум 25 тысяч, а колл-центр ту же работу может сделать за сумму в 2, иногда и 3 раза дешевле. Потому что, скорее всего, звонари будут сидеть не в Москве, а где-нибудь в другом регионе. Поэтому, первый момент, подумать, как можно оптимизировать эту функцию. Безусловно, здесь сложно оптимизировать, потому что чем сложнее продажи, тем более квалифицированные менеджеры должны работать на этой стадии. Но вопрос такой, отделить вот эту часть от этой. Следующий момент связан с тем, что, ну, то, о чем я говорил. Особенно в ситуации продажи товаров, менеджер начинает зашиваться на этапе отгрузок, координируя, особенно, знаете, когда менеджеру приходится еще заниматься документами, в ряде случаев координировать логистику, и сколько в итоге у него остается времени на то, чтобы вообще продавать. Ну, мало. Какие варианты разделения функций могут быть здесь? Ну, самый такой классический вариант, который используется, когда мы на определенном этапе либо выстраиваем систему 1С, ну, либо другую учетную систему так, чтобы менеджер тратил на это минимум времени, запуская некую цепочку отгрузки товара, либо второй вариант, когда мы понимаем, что в отдел продаж нужно брать оператора отдела производителя. Какие еще варианты разделения функций? Ну, вот такая классическая схема, с которой, я думаю, вы встречались не раз, когда мы делим отдел продаж на охотников и фермеров. Ну, возвращаясь к вот этой вот схеме, разделяем вот эту часть красно-желтую, от части зелено-селено. С одной стороны, вроде бы схема правильная. Одни должны заниматься охотой, приносить головы новых клиентов, вторые должны непосредственно их обслуживать. А какой недостаток подобной схемы? Ну, безусловно, между этими отделами возникает чаще всего там некое недопонимание, связанное с передачей. Но, как показывает моя практика, есть бизнесы, где это работает, а где не работает. А где работает? Так называемые абонентские бизнесы. Ну, классический пример – это Телеком, компания Экстернет. Если менеджер по продажам добыл голову абонента, то, скорее всего, дальше уже клиент, когда будет совершать звонок по IP-телефонии, не будет задумываться, из какого оператора он его делает. Ну, вспомните себе, когда вы поднимаете трубку, вы не думаете, через кого вы делаете звонок. Через Ростелеком, через Центр Телеком, через другие телекоммуникационные компании. Набираете определенный код и делаете звонок. То есть, в ситуации, когда клиент при использовании услуги не задумывается о том, через какого поставщика он это будет делать, то есть, эта схема работает. То есть, эти люди занимаются исключительно вопросами биллинга, выставлением счетом, контролем оплат. И, в принципе, эти менеджеры им не нужны. Правда, тут возникает нюанс, что эти люди, они, как правило, не занимаются развитием клиентов. Если мы продали телефонию, дальше продавать интернет, либо другие услуги, они этим занимаются плохо. Приходится очень часто еще выводить в телекоммуникационных компаниях третье подразделение. Также эта схема работает тогда, когда наш продукт заходит глубоко в технологический процесс. Вот один из примеров, это продажи колбасной упаковки для мясоперерабатывающих комбинатов. Если мы влезли в технологический процесс, пересогласовать новую упаковку, это очень длительный процесс для самого предприятия, потребителя. Поэтому выбить нас быстро оттуда тоже не смогут. И эта схема тоже в этом бизнесе работает. Где она не работает? Она не работает в торговых бизнесах, когда к нам прозванивает клиент, допустим, в этот отдел, может закупить кабель и провод, либо металл, металлопрокат у нас, а может быть за углом у конкурентов. В этом случае, какая схема показала свою эффективность? Схема так называемых командных продаж. То есть, когда есть люди в рамках команды, которые выполняют разные функции. Как один из примеров, есть менеджер по продажам, который отвечает за продажи по определенному региону, есть помощник, который занимается всей операционной деятельностью, занимается отгрузками, текущей работой. При этом, что позволяет убрать подобная схема? Очень часто, особенно у московских компаний, возникает сложность вообще выгнать этого менеджера из офиса куда-то в поля, в регионы. Почему? Вдруг я уеду, будут звонить клиенты, обычно клиенты не любят общаться с другими менеджерами, соответственно, я потеряю заказ. Когда есть помощник, и клиент, в отличие от предыдущей структуры, знает, что я общаюсь с Васей, у него есть помощница Катя. А вопросы персонализированного общения продажек являются очень важными и направленными на то, чтобы удерживать клиента. Это работает на то, что этот менеджер может заниматься непосредственно вопросами работы с полях, выезжать в регионы, а всю оперативную деятельность будет занимать, выполнять непосредственно его помощник. Но это как некий вариант, в принципе, командная работа, она может подразумевать разделение разное. Например, когда в одной из телекоммуникационных компаний отдел по привлечению клиентов тоже был разбит на пары, где был телемаркетер, телемаркетолог, который занимался обзвоном, и менеджер, который занимался презентацией. После того, как клиента привлекали, его уже передавали дальше в подразделение, которое занималось обслуживанием. Это вот некоторые схемы, которые чаще всего используются при разделении функций, когда мы начинаем задаваться вопросами, как можно повысить эффективность работы менеджеров, выполняющих все, и в результате не очень хорошо это все выполняющих. То, что клиента нового привлечь в 8 раз дороже, чем работать существующим, известно всем. Но какой важный момент стоит учитывать, когда мы начинаем реализовывать это на практике? Есть такая хорошая схема анализа клиентской базы, анализа клиент в 9 Mas f Продолжение следует...